Прощай, Трансайра больше не летает и готова стать банкротом. В зоне турбулентности только пассажиры. С подробностями Максим Драгнев. Дальний Восток, а без того, был недешевым местом для визитов. Попробуем забронировать билеты. Самый дешевый рейс, например, на завтра обойдется в 82 тысячи рублей. В пути проведете около полутора суток. Быстрее только бизнес-классом, без пересадок, за 200 тысяч. То есть за возможность вернуться домой надо будет выложить пару месячных зарплат. Но уже через месяц билеты обойдутся всего лишь в 18 тысяч рублей. В такой же ситуации оказалась Надежда Репьева. Купилась на дешевый билет Трансайра. Вместе с дочкой с самой Камчатки пролетела хирургу. Операция, к счастью, не потребовалась, но улететь домой раньше не выходит. Разговаривали по горячей линии. Вчера мне на горячей линии предложили билет на сегодня за 230 тысяч рублей. Учитывая то, что мы прилетели сюда за 20 тысяч. И билеты у нас на обратную дорогу 8 ноября за 20 тысяч. Самолеты полупустые. Опять же, нам это сказали, не таятой информации. Мы летели в Москву, самолет был также полупустой абсолютно. Горячая линия уже недоступна. Свои обязательства компания переложила на плечи других перевозчиков. Дальневосточных клиентов Трансайра взял на борт Аэрофлот. Но чтобы улететь раньше, придется немало доплатить. То есть я должна заплатить штраф 2,5 тысячи с каждого билета, плюс 49 и 35 тысяч, да? Да, совершенно верно. Пикирующая компания сегодня прекратила полеты совсем. В последний момент Трансайра выбросила на рынок совсем уцененные билеты с Камчатки. Их разобрали в первые же часы. Завершающий рейс, который выполняется этой авиакомпанией, все-таки проводится с половиной, если не меньшей, загрузкой пассажирских салонов. Но в то же время известно, что авиакомпания, которая находилась в сложном финансовом положении, продолжала продавать билеты по очень низким ценам на достаточно большую глубину. Но в Трансайры вовремя остановились и прекратили продажу. С сегодняшнего дня в Москву жители Дальнего Востока смогут попасть только самолетами аэрофлота. Руководство Камчатского края уже заявило, что будет искать альтернативу. Авиационные эксперты опасаются. Цены на билеты в скором времени могут стать пиратскими. Максим Драгнев, Александр Малеев и Елизавета Максимова. МИР24. Аэрофлот намерен увеличить число рейсов на Дальний Восток. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Сергей Извольский. Региональные власти ранее обратились к авиаперевозчику с просьбой немедленно решить ситуацию. Конкретно ни на каком сайте не увидишь, что моя фамилия находится уже на рейсе аэрофлота такого-то числа. Вот такие проблемы есть. Конечно, оперативно никто не занимается тем, чтобы вывезти не только пассажиров трансаэра, но и желающих. Рейсов-то не хватает. И был момент такой, что рейс трансаэра летел с половиной загрузки от нас. Аэрофлот полный и никуда не производилась досадка. Высокую стоимость перелета в аэрофлоте объясняют расстоянием от Москвы до Южно-Сахалинска без малого 7 тысяч километров. И качественным обслуживанием на борту. Мы сравнили цены других авиакомпаний, выполняющих рейсы, примерно на такое же расстояние. Итак, более 6 тысяч километров от Берлина до Нью-Йорка. Слетать туда и обратно можно за 34 тысячи 340 рублей. Такую цену предлагает British Airways. Между Варшавой и Пекином почти 7 тысяч километров. Немецкая Люфтган запросит 36 тысяч. Австрийские авиалинии и того меньше 34 тысячи 108 рублей. Опять же туда-обратно. И отмечу, это цены на полет в эконом-классе. Более комфортные условия обойдутся дороже. Продолжение следует...